Субтитры сделал DimaTorzok У меня все начинается с мемов И по сути мемы мы начали форсить где-то в апреле 2019 С моей подругой Аришей Мы мемили ситуацию а-ля Россия-Украина Кстати говоря, в мае 2019 появился первый дизайн Анны Которая на данный момент Россия И он по сути до сих пор не меняется Вау, прогресс Ну а на этом по сути все остановилось Периодически мемы всплывали, но забились И потом снова В октябре Ситуация вышла очень странная Это даже забавно сейчас объяснять Потому что Вышло так, что мы сожидали серию Леди Баг А она не выходила Точнее, она должна была выйти Первее всего на украинском канале Но вышла в итоге на турецком И я решила это замемить Заскетчить И мне настолько понравился дизайн Турции Что фактически я нарисовала Но при этом я решила добавить какие-то факты А-ля, что если бы страна была человеком И тому подобное То есть у меня была идея, что Хуманизация страны Это будет отображение человека, который живет в этой стране Ну, примерно так По сути у меня сейчас эта тенденция сохранилась Просто она уже обросла своими канонами Своими идеями Своей вселенной Так что фактически изначально идея осталась Просто она сейчас уже немножко в другой обертке Начало для меня было очень странным Потому что я фактически искала вдохновение везде И главным источником вдохновения на тот момент Для меня оказался именно фандом Гантри Хуменс Очень забавно Потому что я его буквально какой-то год назад еще хейтила Ну, к сожалению, я не понимала, в чем соль и в чем прикол И почему все так фанатеют по этому фандому Сейчас у меня к нему радикально противоположное мнение Я уверена, 80% людей, которые обо мне хоть как-то узнали Узнали именно из-за того, что я ставила фештеги Я до сих пор их ставлю И многие почему-то думают, что я именно отношусь к этому фандому Но нет, я, по-моему, вроде изначально давала понять Что у нас общего ничего, кроме приближенной одинаковой идеи Собственно, все могло, наверное, закончиться где-то на Канаде и Польше Однако, мои хумки начали попадать в паблики по хуманизациям И очень много людей начало обо мне узнавать И, в принципе, как-то подписываться и активничать Чему же я, конечно, была несомненно рада Потому что, по сути, это то, к чему я большую часть времени стремилась Это принятие моих идей и активность, собственно, этой аудитории И, таким образом, мы дошли до комикса В принципе, мне давно уже была потребность сделать какой-то проект со своей идеей И его как-либо развивать Ранние проекты у меня очень сильно погибали Из-за того, что я не имела актива в принципе Ну, появились страны-девы И, как всегда, у меня появились мемы Некоторые идеи по поводу фандома Ну, я буду это называть фандомом Потому что другого слова, к сожалению, я сейчас подобрать не могу Если что, имейте в виду, что слово фандом Это относится на данный момент к страны-девам У меня изначально было очень много скетчей Очень много идей разного сорта И в какой-то момент я поняла, что у меня есть уже, по сути, какой-то полный сюжет Их просто нужно было сюжетно связать И я так и сделала Изначально аудитория ВКонтакте вообще не приняла мои комиксы И я думала, что второму продолжению не бывает Однако в Инстаграме люди прям заинтересовались Им было очень интересно Благодаря им, по сути, появилось второе становление Но я уже и втянулась настолько, что мне понравилось И просто продолжила рисовать Потому что были персонажи, которых мне реально хотелось рассказать Которых хотелось показать Правда, в течение всех этих комиксов Персонажи у меня очень сильно менялись Менялись не дизайны, а именно внутренние составляющие персонажей И очень сильно это заметно именно по Герману Потому что изначально он задумался абьюзивным и токсичным человеком И это было очень сильно заметно даже в комиксе Вильгельмы Когда она называла своего мужа холодным Но как раз таки комикс Германа Я постаралась вытянуть этого персонажа И показать его в другом свете Собственно, объясняя свою прошлую ошибку Где я в этом назвала абьюзивным и токсичным Тем, что у него была такая ситуация Мне до сих пор стыдно Но, к сожалению, поменять я ничего не могу Но зато я на данный момент рада, что этот персонаж очень сильно изменился И достаточно в лучшую сторону Потому что сейчас, по сути, это является одним моим самым любимым мужским персонажем Не только внешним, но и внутренним Да потому что он папочка нашего фандома Да и вообще за этот год много чего произошло Пришли новые люди И даже хочу рассказать одну забавную историю Я случайно по рандому попала в один видос по озвучке Это была, по-моему, как раз таки вторая часть Рейха Людям очень понравился этот комикс И они не захотели его озвучивать Я была же, конечно же, только рада, только счастлива Но попросили озвучить комикс Рейха, когда он выйдет Но так как это было в апреле А я только, блин, в июне закончила комикс Рейха Я... Вы не представляете У меня каждую часть были нервные срывы Вот так 10 штук нервных срывов я испытала, просто рисуя каждую часть Я испытала все виды экзистенциального кризиса Апатия, нервные срывы, ненависть к тому, что я делаю Было всё А по итогу, собственно, комикс не озвучили Мне было очень печально Печально из-за этой ситуации, в принципе Потому что... Вот я ради них, по сути, и хреначила, как скотина А... Ничего не получила Но, собственно, это было их решение Мне ничего не писали Я подумала, ну ладно Видно, в принципе, не судьба Однако моя подписчица решила, что это не дело То, что я херачила, как скотина И то, что я выдавала комикс чуть ли не каждую неделю Как раз-таки каждую неделю Она решила написать людям из другой команды озвучки Я охренела, узнав их ответ Потому что я не ожидала этого Собственно Я просто надеялась на озвучку Рейха Так как считала на тот момент этот комикс более или менее нормальным К тому же и длинным Несмотря на все те проблемы, которые я пережила, рисую этот чертов комикс Однако они решили озвучивать все Отчего я охренела в квадрате Потому что я не ожидала, ибо на другие части Сходу ни хрена не поймешь, если не будешь знаком хоть минимум с количеством персонажей, которых я нарисовала Потому что комиксы скорее дополнение к тем самым референсам, хуманизациям, которые я рисую, а не наоборот То есть изначально нужно знать персонажей, а потом понимать, что происходит Но нет Я не знаю Я просто не могу передать, насколько я счастлива Потому что я не знаю Я была в восторге Я на данный момент нахожусь в восторге По сути, для меня сейчас озвучка Это стало чем-то сродо успокоительным Когда я переслушиваю Правда, это так необычно И так порой странно слушать озвученных персонажей Многим, кстати, очень подходит голос И да, я рекламирую вам озвучку Пойдите, посмотрите Я специально оставлю в описании озвученные части Которые есть на данный момент Так как они выходят не слишком часто Но посмотреть вы все равно обязаны Потому что что я старалась Что команда озвучки старалась Пожалуйста Я буду вам благодарна А вы будете умничками, если это сделаете Так вот Я даже не знаю, что сказать Я до сих пор по сей день счастлива По сей день Когда переслушиваю, я просто нахожусь в восторге Ибо когда я начинала рисовать комиксы У меня была такая маленькая-маленькая мечта Чтобы хотя бы хоть какой-то один мои комиксы звучали Но я понимала, что это нереально Потому что это не фандом какой-то популярный Это чисто какой-то оригинал И не факт, что многим он зайдет И в него нужно вникать То есть все было изначально очень сложно Так что Да, за этот год столько всего произошло То, что Я была в шоке И я на самом деле рада Что я начинала заниматься страны-демами Мне есть еще что рассказать 150 стран, как минимум, меня ждет Еще в будущем В дальнейшем Не считая исторических А исторические я люблю Если бы я еще историю знала Ну вот То бишь Все прекрасно, девочки У нас все будет хорошо Вот так что Небольшая история Того, как это все создавалось Все настолько сумбурно Что я уверена, что я забыла О чем-то важном рассказать Надеюсь, не придется потом перезвучивать И все равно спасибо вам, что провели этот год со мной Что стали частичкой нашего фандома Или сделали огромный вклад Я благодарна всем абсолютно И за поддержку, и за помощь И за продвижение Я чрезмерно благодарна, что этот год прошел именно с этим фандомом И он познакомил меня с огромным количеством новых людей И познакомил аудиторию со мной Я безумно благодарна Благодарна как и своей аудитории И своим подписчикам Как и каналу озвучки Шмиш и их команде За прекрасную озвучку Я благодарна абсолютно всем И за срач тоже Благодарна Я не знаю Я У меня нет слов, чтобы выразить Больше благодарности Знаете Любой вклад, который вы делаете Я это очень ценю Спасибо вам большое И Пока